Дорогие друзья, добрый вечер. Я хочу поприветствовать всех. Здесь собрались журналистов. Очень необычно. Мы делаем презентацию фильма, который называется «Просто Кличко». Нам очень приятно, что эта презентация, наконец-то презентация фильма проводится в Украине, так как фильм был уже презентирован в Нью-Йорке, на Требека-фестивале. Фильм был презентирован также в Германии, фильм был презентирован в других странах. И, наконец-то, мы имеем возможность, украинский зритель имеет возможность посмотреть документальный фильм здесь, в Украине. Я надеюсь, что традиции просмотра документального кино возродятся в Украине. И одно могу сказать, мы очень рады, что такой фильм проходит. Этот фильм не «Братьев Кличко» это фильм, а «Мальчишка, который мечтает». И я в двух словах могу сказать, его можно таким титлом назвать, нет, ничего, невозможно. «Путь к мечте». Названий может быть много, но режиссеры приняли решение назвать его просто Кличко. Я хотел бы поприветствовать вас и поприветствовать всех тех, кто будут иметь возможность посмотреть фильм. Уверен, что каждый, кто придет в кинотеатр, сможет посмотреть не только лишь драму, не только лишь напряженность, напряжение в фильме, но и много так называемых экшенов, активностей. Даже кусочки фильма есть там, где можно сравнить фильм с ужастиком, так как наблюдал многие женщины во время просмотра фильма, закрывают глаза. Так что я думаю, что Владимир точно так же присоединится к моим словам, и затем мы с огромным удовольствием сможем ответить на вопросы, которые, надеемся, у нас будут. Относительно фирма, относительно съемок, не только лишь ко мне, но и тем людям, которые имеют непосредственное отношение к реализации данного проекта, с которым несколько лет назад они обратились к нам. Итак, Владимир Кличко, добрый день. Я думаю, что Виталий обладает прекрасными промоутерскими качествами, и мне, в принципе, дополнить можно, но не так много. Чтобы не быть многословным, я думаю, что лучше всего один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому всем зрителям, которые уже смотрели фильм, у вас осталось мнение и впечатление, те, кто еще документальный фильм Кличко не видели, желаю удовольствия. Самое главное, приготовьтесь к длительному просмотру, поскольку фильм длится 110 целых минут. Можете себе представить, почти два часа нужно провести в кинотеатре. На удивление, первая пресс-конференция и первый показ фильма был в городе Нью-Йорке, на Тробега Фильм Фестивал, как уже сказали. На мое удивление, я наблюдал за зрителями, вы знаете, было очень приятно увидеть то, что никто не хотел звонить из зала или еще по-разному другим делам. В общем, Мария, скучно не было. Я думаю, что реакция зрителя – это самая главная реакция. Все, что касается критики фильма, мы ее получить достаточно, многие могут с ней ознакомиться. Нам очень тяжело судить самим, насколько фильм хорош или плох, поскольку мы одни из действующих... Это не только лишь мы, а мы действительно одни из действующих персонажей в этом фильме. И я думаю, что, как я уже сказал, просмотр и ваше личное мнение, насколько он хорош или не совсем, вы сделаете сами. А творческая группа и сама история рождения фильма – это было прежде всего, наверняка, ответ очень на многие вопросы, которые мы получали от поклонников спорта, как бокса или братьев Кличко. Я думаю, что эта возможность появляется благодаря этому документальному фильму заглянуть за кулисы, узнать о спорте больше, узнать о братьях Кличко больше, об истории братьев. И наверняка это лучше, чем любая книга, это все-таки документальный фильм. Мы в этом фильме увидели два жирных акцента. Это непосредственно «Братья Кличко» и «Чернобыль». Вот после того, как вы проехали по Украине и столько времени провели здесь, если бы вы заново начинали снимать свою картину, что бы вы туда еще добавили об Украине? Мы в два года были в Украину, мы были древние акцентры, и есть многое, как бы вы говорили о Франции, которые рассказывали о Франции, и о Чернобыль, но если бы вы сегодня новый фильм древнете, и бы вы сюда снова возвращались, как бы вы это делаете? Вы это делаете или вы это делаете? Я думаю, что я бы древний фильм в таком же виде древнете. Себастьян говорит, что если бы он еще раз вернулся, он бы наверное снял то же самое, но бы он стал еще дольше, то есть еще по продолжительности. Но в то же самое время, может не надо, не стоит ставить точку, и может действительно правда, что стоит, что продолжение следует в конце фильма, что карьера против Кличко не закончена, и что может быть мы будем продолжать, будет еще продолжение и вторая часть фильма. Спасибо большое, Себастьян. И вопрос Андрею Щербаню. Андрей, почему ТОП-Украина? Здравствуйте, большое спасибо, что все вы сегодня собрались и проявили такой интерес к этому фильму. Главным идеологом в решении стать партнером в выходке этого фильма «Прокат» стал Александр Онищенко. И мы как оргкомитет компании ТОП-Украина приложили все усилия, чтобы этот фильм увидели максимальное количество зрителей, так как фильм носит национально-патриотический характер. Фильм пропагандирует здоровый образ жизни. И наконец-таки фильм о братьях, наших братьях. И мы гордимся этим. И мы рады быть частью этого фильма. Спасибо. Спасибо большое. Ну а теперь самое интересное, ваши вопросы. Вот девушка, пожалуйста, с яркой красной помадой. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя и громко вопрос. Телеканал СТВ, программа «Факты» у нас просто летит через 40 минут. Поэтому я хотела бы задать вопрос, прежде всего, от имени всех украинских женщин, в том числе и журналистов. Виталий Виталий Виталий, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы есть. Мы вас очень уважаем. Мы очень любим и гордимся вами. Это правда. Чтобы вы не думали, что пресса, она невнимательна к вам. Или вот... А Владимиром. Это я. И второе. Меня очень попросили спортсмены нашего спортивного отдела задать вопрос, Виталий. Будет ли бой с Хейм? Скажите, на каком сейчас этапе переговоры с Низельным свои денежные аппетиты? И что по этому поводу думает WBC, которая отправила его на пиццу? Я боюсь, что у нас эта пресс-конференция может превратиться из пресс-конференции, которая посвящена фирму, которая сегодня проходит в Пархад в Украине, она может превратиться в спортивную пресс-конференцию или политическую. Поэтому, коротко отвечая на ваш вопрос относительно поединка с Хейм, да, действительно, переговоры идут, да, действительно, поединок был бы интересен, но для этого, когда будет поведена черта и будет подписан контакт о проведении поединка, если он будет подписан, и Хейм умерит свои аппетиты, которые у него, в принципе, с поединка, он уже не чемпион мира, и я не перестаю это повторять ему. Для этого будет, когда будет подписан контракт, будет специально проведена пресс-конференция, где будет объявлено о поединке, месте и времени его проведения. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Но это мальчик попросили из отдела спортивного задать вопрос, поэтому, конечно же, у девушки были свои вопросы. Да, вот, пожалуйста, следующий вопрос. Я здесь? Да, здесь. Добрый день. Я здесь на Короте, на канале СТБ. Вопрос такой. Я в курсе Лизе прочитала о том, что режиссеру удалось найти уникальные активные кадры, о которых вы даже не догадывались. Что это за кадры, кем вы видели в фильме, и как режиссеру удалось это сделать? Вопрос, наверное, к режиссерам, да, больше? И вам тоже. Мы искали наш архивный материал пофигу. Всему миру нам очень повезло, что у нас появилась возможность найти уникальный архивный материал, можно сказать, в подвале у одного из во Флориде, тот, кто еще в конце 90-х годов, в 80-х годах, в 80-х годах, когда первый раз в Италии ездил во Флориду, была там такая съемка, и это видно в фильме, и вот что нам удалось найти этот материал, и что у нас получилось его включить в фильм. Вот это, допустим, уникат. И там я очень благодарен, что вы уже попробовали, что это было в начале 90-х годов, но все материалы были еще там, и это было очень здорово. Это действительно очень красиво, чтобы в прошлом году смотреться. Еще, 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 что украсило фильм, это, конечно же, документальный фильм, который снимался в практике еще в 90-х годах, но он никогда не вышел на экраны, и что нам удалось его найти, этот материал, включить его в фильм, потому что это уникальный материал. И еще, конечно, еще интересное материал, у нас есть в США, который, там есть съемки, там есть съемки, и там есть камеры, камеры показывают такие кадры, которые никто ничего не видел. Я думаю, что, в конце днях, у меня было столько материалов, что мне понадобилось 180 дней, чтобы смонтажировать фильм. Виталий и Владимир, у меня сразу почему-то возникает вопрос, почему так мало внимания уделялось вашей жене, детям, личной жизни? Хочет бы это я здесь. Ко мне вопрос? Я хочу сказать, не вопрос. Володя, Володя, пожалуйста. Можно я пить, пожалуйста. Самое интересное, что мы полностью делали фильм. И ни разу я всего лишь видел отрывки в ходе производства фильма, видел отрывки только лишь slow motion, когда сколько кадров в секунду там, по-моему? 100 кадров в секунду, по-моему, очень скорая съемка, и зрители могут наблюдать 300 кадров в секунду. И это единственный момент, который я видел. Сначала производство фильма, и мы абсолютно не вмешивались в его производство, и фильм уже увидели полностью готовым, к готовым материалам. Поэтому, вы знаете, рассказывать директору фильма, как нужно делать, не имея абсолютно никакого опыта, и ни абсолютно никакого желания. Мы видели уже полностью готовые материалы, и абсолютно не вмешивались в процесс создания фильма. Поэтому ваш вопрос, я могу полностью передрисовать Себастьяна Веркагон. Это история двух братьев. Они стоят в центре, они их жены. Но когда они первый раз увидели, то есть первый монтаж, сырой еще, Владимир seinen Неф, Егор, mitgebracht, потому что Владимир пригласил своего племянника Егора, потому что он был очень хорошим, и если он этот фильм cool findet, то он тоже cool. И поэтому это был как бы первый тест, если Егору понравится фильм, значит фильм хороший. И потом Егор задал такой вопрос, почему я как первенец, почему меня нет в фильме? И поэтому в конце концов мы тоже показали Егора, есть кадры в конце фильма, но и также мы сделали интервью у Натальи Кличко, поэтому как бы личная жизнь братьев в принципе тоже представлена в фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова